Всем привет! Ну вот и стартовала майская распродажа. Она будет проходить в несколько этапов, как и всегда, но давайте расскажу вам о текущем этапе. Начало 29 апреля, и у нас идут скидки 30% на покупку техники указанных стран. Это имеется в виду внутриигровая техника, которую можно купить как за голду, так и за серебряные львы. Также вы получаете 30% скидку на покупку модификаций, талисманов и дублёров, а самое главное 50% скидку на премиум аккаунт. Это хороший способ закупиться, им гораздо дешевле, вам всё равно он пригодится. Так что используйте эту возможность с умом. Будут скорее всего скидки на пакетные премиум, но позже, и об этом естественно я тоже расскажу позже, потому что пока неизвестно. А сегодня я бы хотел поведать вам о технике, которая в рамках вот этих стран может быть куплена внутри игры, и которая может для вас быть интересна. Давайте же, собственно, перейдём в клиент игры, и здесь есть одна такая маленькая сложность. Техника, по большей части, здесь, она либо акционная, и это очень сложно будет как-то отсоединить акционную технику от той, которую ты можешь просто купить. Вот, видно, что тут техника события, боевой пропуск, эта техника такая-то, и сколько она стоит, к сожалению, сейчас я не знаю. Плюс, большая часть из этой техники ещё и пакетная, и какая из них пакетная, а какая нет, это надо просто знать. Да, вот, например, что XM1, да и не купишь внутри игры. Можно купить его только пакетом. Но, тем не менее, из того, что я точно могу здесь порекомендовать вам, здесь, кстати, вот внутриигровая техника зачастую она не высокоранговая. Она низкоранговая и подходит по большей части для фана. И для фана вам здесь можно купить по большей части не так уж и много всего. Это тот же самый, например, Hellcat или Cobra King. Всё, Cobra King сейчас стал очень сложным, однако награда у него неплохая, и на этом танке можно фармить, а если играть взводом ещё и в топ попадать, то круто. Но проблема в том, что многие жалуются, что в топ они на нём совершенно не попадают. Ну и, собственно, я не помню, Т-20 купить можно или не можно, но он до сих пор вроде как хорош, если можно. Всё остальное, оно стоит очень дорого, а несёт в себе смысла довольно мало, как мне кажется. Потому что мы сейчас говорим больше именно про фановые танки какие-то. Если мы говорим про Германию, то здесь, безусловно, следует обратить своё внимание на трофейную 34-ку, трофейную КВ-шку. Вроде как их можно купить, и у них, в принципе, очень интересный получается геймплей. Также очень неплохая техника это Брумбар, но чисто под аркаду. И, конечно же, самая лютая имба для прокачки начальной и того, чтобы фармить, это КВ-1С. Вот он тоже реально хорош. Есть для любителей ещё вариант с Ягдпантерой командирской, которая, кстати говоря, имеет максимальный коэффициент к фарму для наземной техники. И если вы будете на ней хорошо играть, много фрагов делать, то будет вам даже фармить. Что касается СССР, здесь всё вообще сложно, и лично я ничего особо здесь интересного не вижу такого, что было бы не акционным. Потому что помимо М4А2, вы ничего здесь такого прям универсального и ультимативного не найдёте. Да, кому-то, скорее всего, может быть интересен Т-34-57, но, опять же, и фармит, и с точки зрения эффективности, как мне кажется, Шерман будет вот этот лучше. А всё остальное, оно очень сомнительное. У британцев здесь выбор-то невелик. Вы можете взять себе разве что Шерман вот этот. Но сейчас у него такая дикая раскачка и 17-фунтовка настолько сейчас, скажем так, нестабильная штука, что я бы не рекомендовал. Однако по скидке можно взять Кромвель с РП-3. Абсолютно бесполезная штука, но, тем не менее, для коллекции подойдёт. У японцев же вы можете взять себе Чину-2 и всё с этим. У китайцев вы можете взять себе тот же самый Шерман, катанный. Это неплохой вариант для боевого рейтинга 3.7. Ну и, собственно, опять же, вроде как всё. Потому что эта техника, если мне не изменяет память, не покупается. Хотя я не помню. Но, тем не менее, если это можно купить, то ИС-2 как минимум хорош. Но, по-моему, он пакетный. Могу ошибаться, честно говоря, с этим. У итальянцев в данном случае гибрид и командирский пазик. Ну вот, собственно, точнее Г. Модификация, это не командирский даже. Но, тем не менее, хорошая техника, которую вы можете для себя приобрести. У французов это, опять же, может быть только, типа, что-то вот из разряда какого-нибудь АМХ-13, СС-11. Но это полная дрянь, которая не стоит вашего внимания. А всё остальное, ну, оно тоже довольно сомнительное. Либо, к сожалению, пакетное или акционное. У шведов, по-моему, это всё пакетное. И купить можно только перворангой вот эти штуки. Ну и всё. А у Израиля это тоже пакет. Поэтому не так уж и много премиумной техники вы можете здесь найти. Однако, если что-то я упустил, то дайте об этом знать. Плюс, как вы видите, на некоторые страны уже распространяется скидка на покупку той или иной техники. Вот мы можем её видеть. Вот на тех же японцев она сейчас есть. Вроде как, получается, что и на итальянцев. И тот же пазик за тысячу монет не самый плохой, как мне кажется, по крайней мере, вариант. Ну, у меня здесь уже и так почти всё куплено на моём аккаунте. Ну и на этом, вроде как, на сегодня всё. Благодарю всех за просмотр. Как только появится информация о пакетных премах, я дам вам знать. А надеюсь, что вы потратите свои деньги, если вы будете что-то тратить с пользой для себя и для своего игрового прогресса. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!